Всем привет! Сегодня 21 июля 2021 года и снова я к вам с такими печальными, грустными новостями. А новость заключается в том, что у Польши сегодня произошла трагедия с одним из, так сказать, астербайтеров украинских. 50-летний мужчина, который работал у Польши на, так сказать, трубоутла, тладочном предприятии газовом, связанном с газопроводом. Получил, так сказать, смертельные раны, которые несовместимы с жизнью. Но, проще говоря, на, так сказать, на человека, который работал у Польши, гражданина Украины, свалилась огромная 10-тонная труба, которая сначала нанесла ему удар, а потом просто раздавила его. Вот тебе и заработал, так сказать, деньги. Конечно, выражаю соболезнования семье, близким, родным этого человека. Хотел бы также выразить свое, так сказать, сочувствие детям, родным. Всем, кто знал этого человека, все-таки человек прожил 50 лет. И такая судьба человека, такое вот состояние Украины, нищие, нищие Украины, которая выталкивает, так сказать, своих детей на то, чтобы они ездили, зарабатывали. И вот так вот, так сказать, трепостные в других странах, где погибали, так сказать, у 50 лет человек лишился жизни. Еще бы ему жить и жить, он бы еще мог бы приносить пользу, даже, пусть даже за границей, но пользу своим родным, своим трудом. А теперь что? Похорон? Нет человека. Признают его, старее всего, виновным, так как он гражданин другой страны. Кто за него будет добиваться? Украина не будет добиваться за него соблюдения его права. Спишут, так сказать, по-тихому. У многих скажут, да нет, у Польши, там Евросоюз, все по закону. Да, не рассказывайте, все-таки, так сказать, чужие люди есть чужие люди, кому они нужны. Хочу сказать также, что столько таких случаев разных, где травмируются люди за границей и потом остаются инвалидами, ни тому не нужными. Благо, если добираются, так сказать, если им помогают добраться домой. Что тут скажешь? Трагедия. А трагедия, то есть виновны эти все правители, которые довели Утроину, довели Утроинцев в том, что они должны скитаться, скитаться по всем вот этим, так сказать, чужим странам, чужим весям. Короче, беда одна и та же. Нет человека и нету. Все, для него нету уже не такие больше проблемы. Для семьи кто-то еще начинается, грубо говоря. Я не знаю, какое там материальное положение, какое состояние этих людей. Кто остался, так сказать, кто остался вдовой, кто остался сиротами. Может, у него уже есть и внуки, непонятно. Но то, что беда у человека случилась, это однозначно. Однозначно тот, что человек, так сказать, погиб, грубо говоря, за кусок хлеба на чужбине. Что можно сказать? Не дай бог ни кому-то той судьбы. Поменьше таких новостей, но от них никуда не денешься. Я вынужден вам поделиться с вами этой новостью. Но, так как меня это поразило, все-таки, извините меня, на чужой земле погибнуть. Благо, что не так далеко хотя бы, но погиб человек, царство небесное. Многие напишут, вот ты на этой проблеме, пытаясь как-то заработать. О чем я могу, как я могу заработать? Даже если у меня канал не монетизируется. Просто хотелось поделиться с вами этой проблемой, этой бедой, которая, кстати, каждого из нас и вас тоже может коснуться. Не дай бог, конечно, но все под богом ходим. Царство небесное ему, земля ему пухом, землят все-таки. А нас пусть бережет Господь Бог. Всем хорошего времени суток. До новых встреч. Надеюсь, хорошими новостями.